здравствуйте мои дорогие друзья и гости моего канала я ольга красикова рада вас приветствовать на своем канале плетем вместе когда я плела узором сити с кратной 5 3 перед 2 за большую вот эту шкатулку я искренне думала что этот узор не подойдет для маленьких шкатулок этот узор очень-очень классный я попробовала его сплести в разных вариациях на маленьких это шкатулочка я делала вот один зигзаг на всю шкатулку один поворот потом я сделала несколько поворотов только немного здесь вверх проводила а всего два ряда и вот это вот узор у меня получился если вообще не делать поворота то есть очень красивый узор очень экономный для каждой шкатулочки будет своя крышечка а это видео о плетении этого узора о шкатулочках главное понять принцип этого узора и можно плести как вы хотите в разных вариантах разных вариациях формы для плетения я использую круг здоровья потому что ситцем вообще я не люблю пользоваться но ситцем постоянно крутить шкатулку тем более одной трубочкой очень тяжело вставляю форму сразу потому что если сплести веревочку из трех трубочек я раньше иногда так ошибалась потом форма может не влезть можно стянуть плетение форма не влезет и будет некрасиво внизу так вот установила внутрь ставлю гирю так это у меня из-под лака 2 и 2 килограмма на эту форму я взяла 40 трубочек стоечек шкатулочки я плиту стараюсь по одному и тому же как сценарию то есть внизу сейчас окантовочную сплету веревочку в три трубочки и будет сам узор там добавляющую сюда трубочку одну так для веревочки и смотрю если у меня плетение пойдет в эту сторону так галочки не образуются значит плетение будет в другую сторону переворачиваем трубочки в другую сторону потому что плести все таки прямой веревочкой гораздо легче так вывожу рабочие трубочки из-за стоечек при плетении в эту сторону образуются такие галочки внизу закрыла ряд и теперь плетом опять узор считаю раз два три перед виза трубочку светленькую я немного сплющила пойдет без двига вот здесь опять друг на другу будет накладываться нам нужен сдвиг сдвиг нужен на одну поэтому я сдвиг буду делать две вот здесь не три перед а две перед две за и пойдет сдвиг у меня и и дальше как я и плела и перед две за и все время у меня будет идти лесенка и узор вот на одну сдвигаться на одну раньше здесь брать будут и так я себя контролирую все вот где совместились вот я три раза про три стоечки проплела и 2 и вышла опять вот так вот у меня друг на друга заложилось значит это начало рядом значит вот так первую две и за две и пошел сдвиг опять на одну первую стоечку вот она первую я обрезала то есть вот чтобы потом когда я буду зигзаг возвращать назад знать до какой стоечки знать до какой стоечки надо будет возвращаться и плиту по кругу 3 перед две за трубочки у меня покрашены светло-бежевые и красные как я красила трубочки можно посмотреть видео ссылочки я оставлю в описании а по праву доплела до середины вот у меня 32 я плету 3 и 2 и он видите узор вот здесь не надо дальше сдвиг чтобы пошел а я буду разворачивать плетение как здесь на этой шкатулке то есть вот чтобы развернуть плетение я два вместе про плету где-то я проплела до центра шкатулки разделила теперь я буду плести один ряд чтобы повторить тот узор который есть без двига 3 перед 2 за так я проплела один ряд вот здесь вот видно что если сейчас я заведу сюда у меня уже пойдет третий ряд то есть два ряда здесь три ряда вот чтобы у нас уже сдвиг в эту сторону был в меньшую сторону 2 мы плели а теперь надо сдвиг в другую сторону в большую то есть не три будет а 4 я одну раз плетаю и делаю вот именно в этом месте чтоб узор сошелся где у нас пошел на третий ряд я расплела на одну и сделала 42 и дальше будет как мы плели 3 через 2 это вот поворотный момент в плетении шкатулочек то есть если поворачиваю сейчас вот где мне захотелось середине шкатулочки вот я повернула получил вот такой узор то есть на маленькой шкатулочки я попробовала этот же узор зигзаг который я делала на большой в как шкатулочки только он у меня вот идет вот так и а здесь одним на другой шкатулочки вот на темненькой я делала его без поворота то есть он у меня получился вот так вот вот это все варианты одного и того же узора я проплетаю смотрите вот 24 то есть 323 за 2 вот у меня выходит повторение то есть здесь 4 беру и 2 назад и смотрю вот она моя стоечка отмеченная и первое вот первый стежок откуда вышел то есть я вернулась назад так сейчас плету ряд вот здесь я заметила что когда я плела вот смотрите вот здесь вот в чем нюанс этого плетения видите две которые туда уходят три сверху 2 снизу вот который 2 уходит снизу потом когда начинаешь оплетать вот здесь другим цветом она автоматически сюда чуть-чуть и получается ну вот как будто неровное плетение то здесь она вровень держится а тут в заваливается трубочка светлая внутрь а верхняя нависает чтобы этого не было надо обязательно проплести вот здесь вот я проплела веревочку из двух трубочек этим же цветом которым плела узор и здесь этих завалов уже нету и ободок у корзиночки у шкатулочки смотрится везде ровненько доплела до конца ряда здесь тоже 4 проплела и 2 чтобы ряд низ эта трубочка выйдет отсюда не сюда я еще одну подкладываю на веревочки две трубочки и плиту и плиту веревочку две трубочки накантовочная светлым цветом перед тем как снять с формы перед закрытием я прокапываю каждую стойку клеем вот обычный пва чтобы сейчас у меня стойки выровнены по линии чтобы они не сместились срезаю трубочки за стойками и буду делать плетение как розга только буду выводить стойки внутрь загибаю 2 период также как я делала на большую шкатулки 2 вперед загнула теперь одну назад чтобы повторял здесь узор одну вперед и так буду до конца закрывать одну назад одну вперед я проплела несколько рядов и здесь уже видно вот сам рисунок здесь я плету вот для того чтобы развернуть плетение два ряда вместе вот 1 и 2 то есть я ничего не поправляю я проплетаю также как потом есть вот я дошла до места где у меня уже пошел третий ряд смотрю вот я плела здесь у меня 4 ну то есть вот здесь вот у меня 4 это я на прибавление значит сейчас у меня должен быть ряд на убавление если было 4 значит будет 2 2 оставляю 2 проплетаю пошел сдвиг и на продолжаю плести 3 перед вяза вот он я дошла плетла плела плела и дошла до конца ряда то есть вот если я плету 1 2 3 и 2 у меня опять они кладутся друг на дружку поэтому я плету 2 и 2 делаю сдвиг на одну и дальше у меня опять 3 за 2 то есть плетение все одно и то же разница только в том что в одну сторону мы прибавляем развор если делаем разворот в другую сторону убавляем и вот получается зигзаг на плетение самой шкатулочки вот этой вот я использовала 40 стоечек то есть красные у меня идут 40 штук это стоечки я вклеивала ну и на окантовку здесь надо прибавить 15 около 15 штук а на узор вот здесь вот примерно у меня вот например ушло 72 штуки всего о крышечках и о разной форме как закрывала я вот здесь вверх почему все закрыто по-разному будет в отдельных видео после выхода видео по крышечкам я добавлю в описании то есть можно будет посмотреть в описании под видео это все что я вам хотела рассказать желаю вам успехов во всех ваших начинаниях подписывайтесь на мой канал находите меня в социальных сетях контакты я оставляю в описании под видео а также там вы найдете много полезной информации ссылок задавайте вопросы я с удовольствием на них отвечу спасибо вам за внимание до свидания